Доброе утро, дорогие друзья! Мы находимся с вами в помещении известной теннисной академии Валан, у нас здесь в Большом Торонто. И академия славится своими выпускниками, своими учениками, теми, кто приносит славу, спортивную славу не только Торонто, но и всей Канаде. Рядом со мной сейчас Любовь Барышева, вы тоже хорошо ее знаете, те, кто смотрит Микс ТВ. Люба, очень приятно находиться здесь у вас, и я хотел бы сразу перейти к делу. Расскажите нам, пожалуйста, вот год назад мы были здесь, что изменилось у вас, какие достижения ваших учеников за этот год? Доброе утро, Игорь! Очень рада видеть вас снова в нашей школе и рада нашему сотрудничеству. Оно длится уже более 10 лет. Это был один из самых плодотворных годов, которые были в нашей истории, потому что за 2015-2016 год дети наши показали очень высокие результаты не только на уровне Канады, но и на мировом уровне. Сегодня здесь в зале вы сможете увидеть сразу трех чемпионок Канады. Это Ариана Арсено, Даша Плеханова и Мария Попова. Год начался очень приятным событием. Ариана Арсено была приглашена в составе сборной команды Канады на чемпионат мира, который проходил в Чехословакии. Ариана показала хорошую игру, хорошие результаты. После чего, вернувшись сюда, в Канаду, она стала абсолютно чемпионкой Канады, выиграв чемпионат Канады как в одиночном разряде, так и в парном разряде. Наши малыши, 12-летние девочки Даша Плеханова и Мария Попова, показали великолепную парную игру на чемпионате Канады в Калгари. Финальный счет был 6-1, 6-2. То есть их превосходство было настолько большим, что мы были очень рады своим девчонкам, гордимся их результатами. В 2015-2016 году проводился чемпионат Антарио для детей 10 лет с призовым фондом 20 тысяч долларов, спонсорами которого являлась и наша Академия в частности. Наши дети показали великолепные результаты там. Первое место среди девочек до 10 лет было завоевано Скарлетт Николсон, получила приз в 6 тысяч долларов. И второе место среди мальчиков, брат Арианы Арсено, Николас Арсено получил приз в размере 4 тысяч долларов. В Торонто проводятся турниры, которые называются Future Stars. Они очень престижны. Это турниры, которые проводятся для малышей, для начинающих игроков. И там наши дети тоже заняли лидирующие места. Первое место среди девочек Виктория Ленковская, и первое место среди мальчиков Зак Кимельман. Оба наших воспитанника показали великолепные результаты. Я думаю, что будет интересно поговорить с самими участниками этих событий. Они более, может быть, подробно расскажут и о своих впечатлениях. И, может быть, это понравится кому-то еще. Игра в теннис, может, это кого-то заинтересует. Дети захотят заниматься, продолжить, вернее, начать заниматься в нашей академии. Люба, вы знаете, вот я с вами разговаривал перед съемкой, и вы сказали, что у вас будут некоторые такие организационные изменения в школе. Расскажите, пожалуйста. Количество детей, желающих заниматься у нас в школе, возросло неимоверно. Особенно это было связано с приходом в нашу школу детского тренера Натальи Волковой, которая отработала 12 лет в Академии в Испании. Сама профессиональный игрок, была восьмой ракеткой мира. И Наташа очень любит теннис. Она пришлась прям вот как раз, влилась в нашу команду. Она болеет результатами, болеет за своих детей. И поэтому наполняемость резко возросла, что послужило причиной тому, что с 1 сентября прием в школу будет проводиться только на конкурсной основе. Ну, естественно, такие успехи детей ваших, они могли бы быть и не успехами, если бы не главный тренер. Два слова о вашем главном тренере. Валерий Анатольевич Игольник, вице-президент Федерации тенниса Молдавии. Человек, у которого стаж работы с детьми уже превысил 40 лет. Он безумно любит свою работу, он живет этим. Результаты его учеников, это его личные результаты, он так это воспринимает. И поэтому дети, чувствуя его любовь к теннису, стараются не подводить своего тренера, они привязываются к нему и стараются показать как можно более высокий результат в любом соревновании. Спасибо большое, Люба. И я хотел бы, чтобы вот прежде, чем я начну сейчас разговаривать с вашими детьми, чтобы вы дали ваши контактные данные. Нас можно набрать по телефону 416-662-2341 или же 905-760-2035. Это телефон нашего офиса. Можно оставить сообщение. И мы обычно перезваниваем людям, потому что если мы не ответили по телефону, значит мы находимся на кортах. Значит мы рядом со своими детьми пытаемся поднять их левел. Сейчас рядом со мной одна из сильнейших теннисисток Канады в возрасте до 12 лет, Даша Приханова. Даша, во-первых, я поздравляю тебя со всеми твоими успехами. Внимательно слежу за твоими достижениями. Ты вторая ракетка Канады сегодня и выиграла очень много турниров. Скажи, пожалуйста, когда ты почувствовала, что ты можешь выигрывать и можешь быть чемпионкой? Когда я только начала играть в теннис, у меня всегда были большие достижения. Я всегда хотела быть лучше всех и достигала больших результатов. Я знаю, ты теперь вышла и на международный уровень. Я знаю, ты собираешься в большую поездку. Два слова буквально об этой поездке. Куда ты едешь? Я еду в Бостон, в Италию, а потом в Монреаль. Там будут серьезные турниры? Да. Даша, мы желаем тебе победы во всех турнирах. Ты перечислила все города, чтобы ты из каждого города привозила главные кубки. И чтобы ты продолжала в таком же духе, чтобы мы увидели нашу Дашу Плеханову в новом Блдонском турнире скоро. Спасибо. Дорогие телезрители, я думаю, что многие из вас год назад смотрели репортаж из школы Валана. Я рассказывал об этой удивительной девочке Ариане Арсено, которая сейчас является членом сборной команды Канады, которая уже выступала на чемпионате мира и заняла престижное четвертое место, и которая готовится к другим большим соревнованиям. Ариана, в первую очередь, я хочу тебе сказать, что ты очень выросла с того времени, потому что ты даже выше меня ростом стала. Ты, наверное, много тренируешься? Да, много. Ариана, скажи, пожалуйста, вот ты в прошлом году впервые вышла на международный уровень, да, international stage, да, и вот когда ты вышла на корты уже, так сказать, не канадские, а большие, серьезные соревнования, what was your feeling, что ты чувствовала? Well, I felt like I would belong there, like I worked hard enough to get there. It was a dream come true. Сейчас рядом со мной еще одна участница, очень талантливая участница Академии Валан, это Маша Попова. Маша, я знаю, что ты принимала участие в чемпионате Канады, да, и знаю даже, какое-то место заняла. Расскажи немножко. Я выиграла дабл за парой с Дашей Плехановой. Как матч проходил? Финальный. Финальный мы играли с двух девочек из Антарии тоже. Выиграли в двух сетах. Не сказать, что легко было, но так, они хорошо очень играют, но они просто плохо играли, там не очень их получалось. И было 6-2, 6-1 счет. Ну хорошо. Скажи, пожалуйста, какие у тебя перспективы, планы? Что ты хочешь на ближайшие несколько лет? Какие у тебя есть цели? Ну, я хочу быть, когда мне будет 13, я попаду в ИТФ, я хочу быть лидером в ИТФ турнире, и хочу выигрывать в ИТФ, и еще, наверное, на Уимблдон попасть и выиграть там. Сейчас вот здесь со мной вот эти маленькие, но безумно талантливые спортсмены. Это Скарлетт Николсон и Николас Арсено. Они очень перспективные спортсмены, на них обращают сегодня внимание спортивные специалисты не только в Канаде, но и в других странах мира. И у них, как говорят специалисты, большое будущее. И, окей, Скарлетт, скажи мне, пожалуйста, о твоих последних турнирах. Я знаю, что выиграли большую большую цену. Яиграла 6 тысяч долларов, и я получила первую очередь для подсчастных чемпионов, и яиграла 1-поинт-турнир. И я получила 100 долларов подарок на Найке. И я получила 2-поинт-турнир. И я получила 1-поинт-турнир, который я никогда не получила, и я никогда не увидела. И я 9 лет. Ты 9 лет? Хорошо, хорошо для тебя. Скажите, пожалуйста, что ты мечтаешь? Моя мечта – это сделать это профессионально, и я буду больше номер 1. Сейчас рядом со мной вот эта талантливая тоже девочка Виктория Ленковски, которая в прошлом году заняла первое место в рейтинге спортсменок, которые принимали участие в турнире «Фьючер Старс». Вита, скажи, пожалуйста, вот как тебе удалось стать чемпионкой? Что для этого нужно, чтобы постоянно выигрывать? А что ты можешь сказать о тренере, который с тобой занимается? Кем ты хочешь быть в будущем, когда вырастешь? Профессиональный теннис player.